Здравствуйте! Вы смотрите программу «Актуальная тема». Меня зовут Анна Зуева. И сегодня у меня в гостях Татьяна Истомина, начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по Бурятии. Татьяна Федосеевна, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Сегодня будем говорить про страшных и ужасных насекомых, про клещей. Скажите, они уже проснулись? Да, мы отмечаем, что сезон активности, сезон клещевой активности начался. И он начался где-то со второй декады марта. И ежегодно, вот если говорить о последних трех-четырех годах, то примерно в это время, в 20-х числах марта, клещи просыпаются. Я читала, что как только устанавливаются довольно-таки теплые ночные температуры, не говоря уже о дневных, они начинают свою активную деятельность, начинают впиваться, присасываться к человеку, к животным. Уже вами зафиксированы какие-то случаи укуса клещом человека? Да, на сегодняшний день уже более 50 человек, а если быть конкретным, то 56 человек, обратилась в медицинские организации людей, которые отмечали укусы клещами. В настоящее время в эпид-процесс вовлечены 12 районов и город Улан-Удэ. Более 28% из этих 56 обратившихся составляют дети. Если сравнивать аналогичный период прошлого года, то в 2018 году на эту же дату обратилось 51 человек. То есть на сегодняшний день чуть-чуть побольше. Скажите, среди укушенных людей это обычные клещи или это клещи энцефалитные? То есть вы уже провели анализ? Хочется отметить, что в нескольких случаях, к сожалению, люди самостоятельно удаляют клеща, сжигают и поэтому исследовать клещей не удается. Но в большинстве случаев эти клещи были исследованы и зараженных вирусом клещевого и вирусного энцефалита клещей в настоящее время нет. И хочется отметить, что большая часть клещей, которые сняли с себя пострадавшие люди, это клещи рода дермоцентр, так называемые степные клещи. А в одном случае человек отмечал присасывание таежного клеща, то есть непосредственно клеща, который является вероятным переносчиком вируса клещевого энцефалита. Но в этом случае он был исследован и клещ не заражен вирусом. Вы говорите, что степные клещи, они не опасны, правильно? То есть степной клещ не может быть энцефалитным? Анна, ну я хочу сразу развеять миф, что в любом случае степной клещ или таежный клещ представляют опасность для здоровья и жизни человека. Конечно, мы прежде всего, когда говорим об инфекциях, которые переносят клещи, мы, конечно, в первую очередь выделяем именно клещевой вирусный энцефалит, потому что, первое, это заболевание можно профилактировать с помощью профилактических прививок, то есть это управляемая инфекция. И, во-вторых, это, конечно же, наиболее опасное заболевание, то есть оно и протекает более в тяжелой форме, и люди нередко остаются инвалидами, и, конечно, к сожалению, у нас бывают случаи гибели больных. Но я хочу сразу сказать, что клещи являются переносчиками не только вот этого опасного заболевания, они являются переносчиками других инфекций. Это клещевой боролиоз, клещевой рикетиоз, которые у нас ежегодно регистрируются в случае заболевания этими инфекциями. Поэтому это неверно, когда мы говорим, что степной клещ не представляет опасности. То есть он все равно какую-то инфекцию передает? Да. Невозможно так, что тебя укусил клещ, и ты все равно не пострадал? Нет. Почему? У нас, если анализировать зараженность клещей, у нас не каждый же клещ, который с себя человек снимает, заражен той или иной инфекцией. Вот у нас по статистике по итогам 2018 года 8% клещей, снятых с человека, заражены вирусом клещевого энцефалита. И порядка 30 с небольшим процентов клещей заражены возбудителем клещевого боролиоза. Ну, само собой, это каждый третий, да, считаете? Поэтому здесь говорить о том, что если вы отмечаете укус клеща, то он не обязательно заражен той или иной инфекцией. Татьяна Федосеевна, какой ореол обитания у клеща, и где чаще всего люди подвергаются укусам клещей? Ну, вообще, существует два вида очагов. Это природные очаги клещевого вирусного энцефалита, и так называемые антропургические. То есть те очаги, которые непосредственно связаны с влиянием человека. И мы вот в последнее время все-таки отмечаем увеличение антропургических очагов. То есть у нас ежегодно увеличивается число обратившихся с укусами клещами, которые не выходили в лесные массивы, а находились на территории собственных приусадебных участков. Это окрестности населенных пунктов, это территория ДНТ, СНТ. Скажите, ваше ведомство или другие структуры каким-то образом обрабатывают город от клещей? Могут ли люди, ну, те же дачники, самостоятельно купить какое-то лекарство, какой-то препарат, чтобы обработать свой дачный участок от клеща? Такие средства вообще имеются в продаже? Есть ли доступ у простых людей к таким препаратам? Или это нужно вызывать какие-то службы? Ну, кроме, как я уже говорила, специфической профилактики, то есть профилактических прививок, конечно же, у нас стоит говорить о неспецифической профилактике, общественной неспецифической профилактике, к которым относится и проведение корицидных, то есть противоклещевых обработок. И действительно, у нас есть подведомственное учреждение, Центр геноэпидемиологии, который находится в городе Улан-Удэе, и его филиалы в районах, которые проводят окорицидные противоклещевые обработки. В настоящее время окорицидные обработки начаты. Для них, конечно же, нужны определенные условия, чтобы круглосуточная температура была положительная. И специалист должен так рассчитать проведение этой обработки, чтобы в ближайшие дни, 3-4 дня после нее, не было осадков и не было сильного ветра. И хочу сказать, что, да, горожане, в принципе, могут быть спокойны, когда они посещают места массового пребывания населения, это парки. Вот сейчас в преддверии христианских праздников, родительский день, Пасха, вербное воскресенье, люди будут посещать кладбище. Вот с сегодняшнего дня началась обработка кладбищ. Вот в настоящее время она проведена на территории центрального кладбища в поселке Стеклозавод. И в районах наши специалисты, районах филиалов центров гиенопедемиологии тоже такие окорицидные обработки начали. Конечно же, в первую очередь противоклещевой обработки должны подвергаться территории летних детских оздоровительных учреждений, территории, которые прилегают к предприятиям общепита, вот так называемый дорожный сервис. Мы рекомендуем настоятельно проводить окорицидные обработки мест массового пребывания людей. Это места проведения религиозных праздников, места проведения различных туристических маршрутов, туристических троп. В настоящее время окорицидные обработки начаты. И если вернуться к ранее сказанному, да, действительно мы отмечаем увеличение числа обратившихся с укосами клещами на территории населенных пунктов ДНТ, СНТ, то в настоящее время мы проводим работу с председателями ДНТ, СНТ. Что куда более эффективно проводить работу на территории всего ДНТ, СНТ, чем каждый гражданин будет обращаться, да, и просить провести обработку на территории его личного приусадебного участка. Татьяна Федосимовна, иначе говоря, председатель какого-то огороднического хозяйства, дачного некоммерческого садового товарищества, может пригласить станцию гигиены и эпидемиологии, и оплатить эту услугу, и заказать обработку. Она дорого стоит? – Действительно, председатель ДНТ сначала прорабатывает этот вопрос с жителями. Если они считают нужным провести, а мы им настоятельно рекомендуем, то обращаются в Центр геноэпидемиологии на Спартака-5. Стоимость обработки на сегодняшний день чуть более 2300 рублей за 1 гектар. Используются акарицидные препараты, безопасные для животных и для растений. Они производятся на основе экстракта ромашки, и, как я уже сказала, они безвредны для человека и для животных. Татьяна Федосеевна, но все-таки самым лучшим способом защиты от клеща является прививка. Скажите, сколько жителей Бурятии ее поставило? Сколько детей защищено? Ежегодно мы стараемся увеличить план профилактических прививок против клещевого энцефалита, так как санитарным законодательством сказано, что на эндемичной территории, о которой является территория Республики Бурятия, должны прививаться не менее 95% детишек и декретированная группа граждан. То есть это те люди, работа которых связана непосредственно с пребыванием в лесу, которые выполняют строительные работы, различные лесозаготовительные работы. То есть эта категория граждан должна в 100% случаях быть привита против клещевого энцефалита. В этом году мы запланировали привить чуть более 50 тысяч человек. В настоящее время процент выполнения плана профилактических прививок против клещевого энцефалита составил 23%. Конечно, мы говорим, когда говорим о клещевом вирусном энцефалите, мы говорим, что нет ничего более эффективного, чем профилактическая прививка. Сколько стоит эта прививка? Она бесплатная, она платная? Детям она ставится платно-бесплатно? Ну, так как вакцина не поступает из федерального бюджета, она финансируется из регионального бюджета, поэтому декретированная группа взрослого населения, она прививается за счет работодателей. То есть юридические лица и индивидуальные предприниматели об этом должны позаботиться пораньше, в конце года или в начале года. Детишки, которые находятся в трудной жизненной ситуации, которые проживают в домах-интернатах, в домах ребенка, иммунизацию против клещевого вирусного энцефалита получают бесплатно. В настоящее время, по данным медицинских организаций, вакцина против клещевого энцефалита есть везде в медицинских организациях. Сколько она стоит? В среднем? Порядка 500 рублей. Я знаю, что эту прививку нужно ставить в три этапа. Скажите, вот сейчас, если поставить ее, она будет эффективной или все-таки этот момент, он уже упущен? Нет, основным условием для того, чтобы начать прививаться, является то, чтобы прививка была за две недели до выхода в лес. Поэтому и, в принципе, санитарным законодательством предусмотрено, что иммунизацию можно проводить круглогодично. Если вы вообще не привиты, вам надо сделать две прививки с интервалом в месяц и третью прививку поставить через год. Причем не важно, в какой месяц она будет сделана. Желательно, чтобы она была сделана за две недели до выхода в лес. Но, как вы понимаете, если вы сегодня начинаете, через месяц вы проводите вторую прививку, и надо ограничить свое пребывание в лесу. Хорошо. Татьяна Федосеевна, а как обезопасить себя еще, если вот нет прививки, или человек вот против прививок, или нет у него денег поставить прививку? Как нужно одеться, как нужно обуться, чтобы пойти на пикник и при этом не быть укушенным? Как я уже сказала, что клещи переносит не только клещевой вирусный энцефалит, которую можно профилактировать с помощью профилактических прививок. Они переносят ряд других заболеваний. Вот именно для них профилактическими мероприятиями являются такие, как защитить себя во время пребывания в лесу. То есть надо одеться, чтобы в светлой одежда была светлого тона, дабы облегчить потом осмотр, и когда обнаружить плеща, будет легче. Чтобы гачи и брюк были заправлены в носки. Обязательно головной убор. Использовать репелленты, то есть отпугивающие насекомых вещества, они тоже продаются в аптеках. И обязательно, если вы пошли с детьми или со своими домашними животными, обязательно каждые полтора-два часа осматривайтесь во время пребывания какой-то прогулки по лесу или пикника. И уж, конечно, в обязательном порядке, если вы возвратились домой, посмотрите себя, своих детей и то животное, если вы его брали. Татьяна Федосеевна, как распознать, что ты укушен клещом? И какие первые признаки инфицирования? Что ты начинаешь чувствовать, когда тебя укусили? Если вы все-таки, придя домой, обнаружили укус клеща, а это, как правило, то место, где будет тонкая кожа, да, это подмышечная область, это область шеи, головы, это локтевые суставы в местах сгиба, коленные суставы. Если вы все-таки обнаружили и никогда не встречались с клещом и все-таки раздумываете, клещ ли это или не клещ, то надо обращаться в ближайшую медицинскую организацию, где врач в приемном покое, если это районная какая-то ЦРБ, или если вы горожанин, то в приемном покое Республиканской клинической инфекционной больницы. Да, он говорит, что у вас укусил клещ, он здесь же может сразу сказать, что это степной клещ или таежный, он его может сразу определить и предложит вам доставить клеща на исследование. Исследование проводится, можно провести исследование только на клещевой вирусный энцефалит, а можно провести на 4 инфекции исследовать клеща. Это не занимает долго времени. И если все-таки результат лабораторного исследования будет положительный на ту или иную инфекцию, вот здесь уже врач определит тактику экстренного профилактического лечения. Если вирусом клещевого энцефалита будет заражен клещ, то он вам проведет экстренную серопрофилактику иммуноглобулина. И если же возбудителем, допустим, клещевого боролиоза или рикетсиоза, то здесь уже по решению врача будет назначена антибиотикотерапия. Но я хочу все-таки сказать, что в любом случае, если вы отмечаете присасывание клеща, обратитесь в медицинскую организацию. Вы в начале нашей программы говорили о том, что, к сожалению, люди сами достают клеща каким-то там способом и сжигают его. Почему этого делать нельзя? Иначе вы тогда не сможете определить, чем был заражен этот клещ? Ну да, действительно, вы самостоятельно удалили клеща, сожгли его. И если все-таки не обращаетесь в последующем в медицинскую организацию за медицинской помощью, то вдруг в этом случае клещ был заражен той или иной инфекцией, то вы уже заболеете. А если вы сразу, даже если вы все-таки самостоятельно удаляете клеща, но если вы все-таки сжигаете по каким-то причинам, то все равно надо обратиться в медицинскую организацию. И в этом случае врач все равно вам назначит профилактическое лечение, не дожидаясь клиники какого-то заболевания. Татьяна Федосеевна, какие первые признаки инфицирования? Что человек начинает чувствовать, если его все-таки укусил клещ? Ну, Анна, давайте сразу мы скажем, что клещ переносит не только клещевой вирусный энцефалит, но и различные другие клещевые инфекции. Но коли уж мы говорим о самом опасном заболевании, это клещевой вирусный энцефалит, то да, действительно, если вы не обратились за медицинской помощью по поводу укуса клеща, и если вы все-таки это был клещ-переносчик вируса клещевого энцефалита, то, как правило, инкубационный период до 7-14 дней человек отмечает резкое повышение температуры, лихорадка до 39-40 градусов, очень сильные головные боли, какие-то нервные расстройства. И здесь самое главное, когда он обращается потом к медработнику, медработнику правильно собрать эпитонамнис. То есть, как говорят врачи-инфекционисты, в сезон активности клещей вот такая клиника сразу врача-инфекциониста, или это какой-то районный врач-терапевт или фельдшер, да, он сразу должен провести диагностику с клещевым вирусным энцефалитом. Любая лихорадка в период сезона активности клещей должна в голове медработника насторожить его. Скажите, сколько людей погибло или получило инвалидность от укуса клещей за 2018 год? Есть у вас такая статистика? Ну, я хочу сказать, что в 2017 году от клещевого вирусного энцефалита у нас погибло 2 человека, а в 2018 году 1 человек. Ну, это серьёзные такие цифры. Конечно, учитывая то, что и заболела клещевым вирусным энцефалитом в 2018 году 35, конечно, это один погибший из 35, это очень большая цифра. И на лечение одного больного клещевым вирусным энцефалитом средней формы тяжести тратится порядка 70-100 тысяч рублей. Поэтому здесь и оправдана та стоимость и то основание, что надо прививаться. Привиться, значит, ты защищён. Татьяна Федосеевна, время нашей программы подошло к концу. Спасибо, что вы к нам пришли в гости. Вам спасибо, Анна. Это была программа «Актуальная тема». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok